Вакцинопрофилактика 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 Не предусматривает защиту от большинства этих заболеваний. Плохой в плане тяжести заболевания. Именно взрослые наиболее тяжело болеют инфекционными заболеваниями и чаще дают осложнения при этих заболеваниях. Россияне, в принципе, надежно защищены от многих инфекционных заболеваний. Наш национальный календарь прививок включает защиту от 10 инфекций. Это туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, гепатиты, полимиелит, корь, краснуха, паратит, грипп. Но рынок вакцин представлен гораздо шире. Например, есть вакцина от олереомии, от клещевого энцефалита, от гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции. Мы используем вакцину от гепатита А, от менингита. Есть вакцина от вируса Герпеса. И постоянно идет поиск каких-то новых вакцин. Например, сейчас готовится и уже практически готова к выпуску вакцины от ветряной оспы. Большие работы проведены по изготовлению вакцины от ВИЧ-инфекции. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вообще к иммунопрофилактике? Ну, в общем-то, никаких у нас противопоказаний никогда не было, поэтому положительно. То есть вы всегда своему ребенку делаете прививки? Ну, по крайней мере, до года, то, что положено, мы все это делаем. И польза-то есть от прививок? Ну, не болеет. Ну, иммунопрофилактика, она необходима в наше время, потому что много всякой разной инфекции. Дети незащищенные рождаются. И сейчас многие болезни, которые вот раньше были и приносили большой вред уже, когда, если болели уже люди во взрослом возрасте, например, краснуха. Если девочка уже взрослая заболевает краснухой, то, может быть, если она беременна, это могут быть проблемы с плодом. А сейчас прививки от краснухи, они уже ликвидировали, можно сказать, краснуху. Поэтому вообще я положительно отношусь к прививкам. То есть вы своего ребенка всегда прививаете? Да, да, как положено, да. Да, по возрасту прививочки. Ну, как-то ему не отказывались ни от одной прививки. Особенно прививки вот от гепатита сейчас делают, потому что сейчас время такое тяжелое, сложное, сами знаете. И сами номера выделяете? Да, сами тоже обязательно, да. И все-таки население все еще осторожно относится к вакцинопрофилактике. Многие, особенно молодые мамы, сомневаются в необходимости проведения прививок и опасаются возможных осложнений. Относительно последнего стоит отметить, что качество современных вакцин на несколько порядков выше тех, что использовались в нашей стране в 70-е, 80-е годы. Отказы населения от прививок, конечно, есть. Я бы не сказала, что это очень большой процесс. С чем они связаны? Скорее всего, с незнанием вот именно этой проблемы. Но и у детей чаще всего мы сталкиваемся по каким-то религиозным соображениям. Я считаю, что семья недопонимает эту проблему и создает большую опасность для ребенка в плане возникновения инфекционных заболеваний. А эти дети, эти пациенты, в свою очередь, создают угрозу заноса инфекционного заболевания в какой-то организованный коллектив. За последние два-три десятка лет мы практически не встречали никаких осложнений на вакцинопрофилактику. Чаще в народе бытует неправильная трактовка поствакцинального процесса, который нередко принимается какой-то неадекватной реакцией. Например, повышение температуры до 38,5 – это считается нормальной, адекватной реакцией на прививку. Население это воспринимает как осложнение. Я хочу сказать, что основной принцип вакцинопрофилактики – это безопасная иммунизация населения. Вся медицина при проведении прививок работает только одноразовым стерильным материалом. Вакцинопрофилактика давно себя оправдала. То есть мы сейчас в какой-то степени стали все вакцинозависимыми. И стоит только охвату иммунизации снизиться менее 95%, мы тут же ожидаем вспышку какой-то той или иной инфекции. В мире естественного иммунитета практически не осталось. А искусственный – он не вечный. Поэтому в определенные периоды обязательно каждому человеку нужно ревакцинироваться. Вот тогда есть гарантия, что многие инфекционные заболевания, даже те простые корь, ветрянка, скарлатина уйдут в прошлое. Ну а те, которые остались, безусловно, мы с ними тоже справимся благодаря вакцинам. Я очень хочу, чтобы угличения прониклись этой проблемой и не отказывались от прививок. Привили обязательно себя, своих детей, родных и близких. Продолжение следует... Продолжение следует...